Доброго снежного утра! Дорогие телезрители, в эфире «Утро Калмыкии» с вами снова я, Амулан Гурубшурова. Сегодня мое утро началось в компании с Амулан Гаутеевой и Дарджи Годжировым, авторами проекта «Сойлын Сувсын», что в переводе означает «жемчужина культуры». Доброе утро, Амулан Гаутеевой и Дарджи. Иренименде. Доброе утро. Амулан Гаутеевой и Дарджи, как начинается ваше утро? Ну, мое утро начинается так, я просыпаюсь, смотрю в потолок и думаю о том, что я сделаю сегодня А потом, когда я нахожу себе силы вставать и делать то, что делаю каждый день, как-то так Хорошо, Амаланга, тебе слово Мое утро начинается, пожалуй, с чашечки кофе Выполняете ли вы по утрам зарядку? Ну, знаете, я стараюсь, хотя бы разминку физическую, так мне легче будет проводить активность в течение дня Так что да, можно сказать, что да Хорошо, а у меня, к сожалению, не получается Тогда я предлагаю прямо сейчас немного взбодриться, взять небольшую паузу и посмотреть зарядку с нашими замечательными фитнес-тренерами С удовольствием Мы подходим к финальной части нашей утренней зарядки Это простые силовые упражнения Они помогут разогреть ваши мышцы, ускорить кровообращение и окончательно проснуться Приступим Первое упражнение Это изометрические приседания Подходим к стене, упираемся лопатками и копчиком Стопы держите на ширине ваших тазовых костей Угол в вашем тазовых суставе 90 градусов Находимся в таком положении 20 секунд По возможности Не забывайте про дыхание Стопами плотно прижимайтесь к полу Аккуратно обопритесь ладонями об стену И ленитесь Отдыхаем до 10-15 секунд И переходим к следующему упражнению Следующее упражнение Это у нас будет касание плеч В положении упор лёжа Стопы можно держать на ширине коврика или плеч Ладони расположите под плечевым суставом Поочередно касайтесь одной ладонью плеча Возвращайте в исходное положение руку И другой рукой Дышите Вдох Выдох Вдох Выдох Выполняйте это движение до 20 секунд Если вам сложно выполнять этот вариант Опустите колени в пол И продолжайте движение Не забывайте про дыхание Оставьте стопы на ширине плеч Расправьте плечи Грудь подайте вперед Сохраняйте естественный прогиб Вашей пояснице Начинайте движение с отведения таза назад Старайтесь опуститься до параллели с полом Выталкиваясь через полную стопу Вернитесь в исходное положение На вдохе опускаемся На выдохе поднимаемся вверх На вдохе вниз На выдохе вверх Вдох Выдох Вдох Выдох Вдох Отлично Выполняем как и все предыдущие упражнения 20 секунд И отдыхаем 10-15 секунд между упражнениями Ну что Наша утренняя зарядка подошла к завершению Я надеюсь, что вам понравился мой комплекс И вы действительно замените свое утро не чашечкой кофе А выполните данный комплекс упражнений Который очень плотно вольется в вашу повседневную жизнь Всем спасибо за внимание С вами была Ирина Кикеева И до новых встреч А Мулан Гадарджи Не могу не спросить Как зарождался проект Сойлын Сувсен И почему взято такое название? Проект Сойлын Сувсен Зародился очень внезапно Можно так сказать Спонтанно Да И как раз в этом году В конце ноября 27 числа Будет год создания Наши совместные работы В рамках проекта Проект назван так Потому что мы подумали о том Что язык и письменность Являются огромной частью культуры И это то, что нам нужно сохранить А кому пришла первая идея Создать такой уникальный проект? Как вообще зарождалась сама идея? Естественно, Мулан Гадарджи Она взяла и написала мне С предложением Создать свой проект Но тогда была концепция Абсолютно другая Нежели сейчас Это сейчас мы уже там Посты, видео и так далее Видеоконтент на коммунском языке А тогда у нее В голову Мулан Гадарджи Пришла мысль о Так сказать О снятии О съемке Несколько Курсов Калмыцкого языка Именно видео Потому что этого у нас Можно сказать нет На должном уровне На достаточном уровне Причем с нуля То есть вот как-то так Да, я помню то, что Ночью я лежала И смотрела Ютуб И наткнулась на видео Урок Монгольского языка Тогда я подумала А почему у нас Такого нет? То есть Обучение с нуля Для тех, кто никогда Не сталкивался с калмыцким языком Для тех, кто никогда О нем не слышал И вот в этот момент Именно я подумала Что было бы замечательно Снять вот такие вот Видеоуроки Поэтому я написала Дарджи Мы друг друга знаем Уже очень давно Потому что мы вместе Учились в университете Вот И я знала О его любви К письменности Кайратской Вот И он поддержал Мою идею Буквально на следующий день Мы с ним встретились И начали обсуждать Дальнейшую жизнь проекта Дарджиа Муланга Скажите Почему важно Сохранять Не нашу современную Только письменность А именно Айрат-калмыцкую письменность? Ну Наверное Потому что Это все-таки Наше культурное достояние И то Что Так не хотелось бы Терять Именно сейчас Когда это Настолько важно Идентифицировать себя Со своим Национальным Наследием Вообще С тем Кто я есть По национальности Я думаю Что это очень важно Сохранять Некие корни Сохранять Наследие Культурное И так далее Литературное В том числе Наших предков Это очень важно Сейчас Кроме того Ну Ко всему сказанному Я считаю Что Аратская письменность Да Тудобичик Это уникальная Письменность Такой Вот В природе Ну Не считая Конечно Монгольской Собственно Монгольской Да Больше нет Написание Сверху Вниз Оно Уникальное Достаточно Да Действительно Уникальное Вот И когда люди Например Россияне Из других Городов Узнают О нашей Письменности Видят Вот эту Уникальность Не поражаются И даже Ну вот у меня Лично Был такой Пример Когда мне Ко мне Подходили Ребята С университета И говорили О том Что они Вместе Со мной Хотят Изучать Письменность Изучать Язык И Это было Очень приятно Осознавать Амуля Дарджи Наблюдая За вашей страницей В инстаграме Я увидела То что там Есть Несколько Рубрик Расскажите Подробнее Пожалуйста О них Какие ролики Выходят Именно В одной Рубрике Основной Целью Чуть Раньше У нас Был выпуск Видео По Камынскому Языку По современному Камынскому Языку Чуть Позже Мы поняли Что этого Немножко Недостаточно Мы Включили Такие Новые Рубрики Как Допустим Культурное Наследие Немножко Истории Буквально Чуть Чуть Мы не Историки Мы не Претендуем На Исторические Какие-то Пласты Знания Нет Поэтому Мы Коротко Освещаем Некоторые Факты Например У нас Была Публикация Про Цаганса По-моему Да Мы там Все Описали Какие Традиции Приветствия И так Далее Помимо Этого Мы Поняли Что Нужен Еще Какой-то Видеоконтент Он Наполовину Развлекательный Наполовину Обучающий Так Чтобы Было Интересно Смотреть И при этом Одновременно Узначать Язык И мы Приняли Решение О Так Сказать Формате Влога Ну Это Так Кавычках Называется Влог Поскольку Это Мы Все Снимаем Монтируем И Потом Это Все Публикуем Пока Что Вышла Первая Серия План Выпускать И следующие Другие Серии Которые Уже Записаны И Так Что Вот И Некоторые Посты У нас Еще Освещают Собственно Письменность Грамматика Алфавит И Так Далее У нас Есть Очень Хорошая Рубрика Это Калмыцкие Имена Даже Айратские Имена Они Написаны На Тудобичик То Есть Например Имя Амуланга Амуланг И Мы Предоставляем Представляем Красивую Визуализацию Чтобы Люди Видели Как Это Красиво Пишется И То Что Можно Дать Понять Насколько Красиво Твое Имя На родном Языке На родной Письменности Вот Эту Идею Наверное Преследуем Хотелось Быть Дорджи Амуля Поделитесь Этапами Подготовки Создания Видеороликов Или Каких-то Определенных Постов Самая Первая Наверное Это Идея Зарождается Идея И мы Обсуждаем Ее Думаем О том Как Можно Ее Реализовать Какими Способами Затем Мы Стараемся Прописать Сценарий Сценарий Обычно Мы Пишем Вдвоем Вместе Вместе Да И Стараемся Очень Тщательно Подбирать Информацию Ту или иную Вот Затем Если Это Съемки Какие-то То Мы Дговариваемся С нашими Друзьями Которые Нам Могут Помочь Все Да О том Чтобы Они Нас Записали Вот У нас Летом Был Такой Опыт Мои Друзья Очень Очень Хорошо Помогли Вот И В результате Получилось Два Красивых Видео Вот К сожалению Одно Из них Мы Еще Не Опубликовали Но Ждем Оно Еще Будет Да Ну Во-первых Работа Над Контентом Я Назову Это В первую Через Именно Так Она Знаете Она Включает В себя Очень Много Умственного Труда Мы Это На Своем Опыте Поняли Нам Раньше Казалось Что Это Достаточно Легко И Просто Написать Сценарий Снять И Все И Выложить Оказалось Что За Этим Стоит Целый Океан Работы Вплоть До Выверенных Каких-то Отдельных Слов Формулировок И Я Уже Не Говорил Про Перевод На Каммыцкий Язык Русский И Каммыцкий Язык Поскольку Наша Идея Заключается В том Что Мы Все Видео Выпускаем Субтитрами На Двух Языках На Русском И На Каммыцком Языке Чтобы Всем Было Понятно И Чтобы Легче Было Учить Язык Амуланга Дорджи Давайте Немного Отличемся И Посмотрим Вкусный Легкий Рецепт Завтрака От Нашего Шеф-повара С удовольствием Хорошо Всем Доброе утро Меня зовут Санал Дубровин Сегодня На завтрак Мы Приготовим Омлет Пуляр Для Этого Нам Поднадобится Всего Три Ингредиента Это Яйца Соль И Растительное Масло Для Начало Поставим Разогреваться Сковородку Добавим Немного Растительного Масла Сковородку Ставим На Минимальную Температуру Затем Отделяем Желтки От Белков Добавим Немного Соли В Желтки И Немного В Белки Перемешаем И Помесим На Наш Сковород Равномерно Распределим Пока готовится Желток Мы Забьем Наш Белок До Густого Состояния Чтобы Быстрее Сбить Белок Лучше Конечно Снять Миксер Сбили Наши Белки И Добавляем К Нашим Желткам Равномерно Распределяем И Накрываем Крышкой Вместо Крышки У меня будет Обычный Офига Плотно Закроем И Ждем 2-3 Минуты Температура Обязательно Должна Быть Самая Минимальная Все Наш Объект Разрезаем Разрезаем Наш Омлет Пуляр Готов Всем приятного Аппетита И будьте здоровы Амуланга Дорджи Помимо проекта Чем вы обычно Занимаетесь Свое свободное Время Знаешь Что вот Амуля Например Творческий Человек Дорджи Ну я тоже В общем Я занимаюсь Свое свободное Время Изучением Как это Странно бы ни было Собственно Калмыцкого языка Нашей Вариантской Письменности Я все Свое свободное Время Посвящаю В этом Возможно В этом Еще кроется Успех Секрет Моего успеха За такое Короткое время Достаточно На хорошем уровне Обладеть этим Ну то есть Иметь возможность Уже писать Тексты На Туду Бичек И так далее А так В основном Я стараюсь И отвлекаться Чтобы не было Перегорания Естественно Отвлекаюсь Я чаще всего Чтением Художественной Литературы Ну Просмотром Фильмов Но это Редко бывает Иногда Гуляю С друзьями Благо Возраст Заварять все-таки Молодежь Наверное Так что И все В свое свободное Время Я люблю Посвящать Визажу Если так Можно назвать Мне нравится Делать Очень креативные Мейкапы И по возможности Я организовываю Съемки То есть Если какая-то Идея Определенная Возникает Я стараюсь Ее реализовать Опять же Вместе со своими Друзьями К нам в студию Часто приходят Артисты Актеры Люди Старшего поколения Которые Называют Свою причину Почему важно Сохранять Калмыцкий язык Почему важно Сохранять Культуру Хотелось бы Услышать Молодое поколение Вот на вашем Примере Ну Мне кажется В первую очередь Надо повышать Престиж Языка Чтобы это стало Не просто Нашим национальным Искусом Чтобы это стало Еще и модным Языком Как Можно знаете Параллели провести Между культурой Кореи Южной Кореи Сейчас Культурой Японии Китая То чем сейчас В основном Мне интересуются Молодежь Уже достаточно Долгое время Я думаю О том Что очень неплохо Было бы И нашу культуру Тоже сделать Экзотичным Тоже Модным Престижным Поскольку У нас есть Письменность У нас есть Свой язык И все В общем-то Предпосылки Для этого У нас есть Нужно Понять Как можно Грамотно Выстроить Нужную Программу И как Это осуществить Чтобы Молодежи Стало интересно И модно И престижно Знать Свой язык Очень важно Знать Свою культуру Свой язык И письменность Для того Чтобы понимать Кто ты Есть На самом деле Кем были Твои предки И кем Ты Должен быть Моля Дорджи Знаю Что в рамках Проекта Сойлэнсусын Проходил челлендж Связанный Со скороговорками Расскажите Подробнее О данном челлендже Сколько людей Принимало Участие На самом деле Челлендж Получился Достаточно Случайным То есть Я просто Записала Историю Со скороговорками На калмыцком И предложила Людям Также Поучаствовать В челлендже К моему удивлению Люди Начали Действительно Подключаться И целыми Школами Целыми Классами И Даже Какие-то Активисты Например Виталий Боков Из Америки Он подключился К нам И продолжил Челлендж Ну Даже я Принял в этом Участие Тоже Записал Историю И Потом Я увидел То Что Не ожидал Увидеть Вот этот Шквал Ответных Ну как Ответных Ну ответных Реакций На наш Вот эту Деятельность В рамках Челленджа Очень много Людей Приняло Участие Мы были На самом деле Приятно удивлены Этому И Мы Потом Решили Это все-таки Как-то Дело Осветить И Сделали Видео Выложили Его У себя На странице Куда Вошли Все Эти истории Всех Людей Которые Приняли Участие В этом Челлендж И Это Был Очень Приятный Опыт Наш Опыт Такого Выхода На такую Широкую Публику Наверное В рамках Челленджа Это Был Очень Интересный Как Как Вы Относитесь К критике Допустим Говорят Неправильно Произносишь Неправильно Ударение Поставил Были ли Такие Моменты У Вас Да Конечно Такие Моменты Были Но Мы Всегда С благодарностью Относимся К критике Потому что Это позволяет Нам Увидеть Действительно Наши Ошибки И Понять Что Можно Усовершенствовать Кроме Того Мы Сами Постоянно Учимся То есть Мы Не Претендуем На звание Учителей Потому что У нас Не Профильное Образование Мы Просто Активисты Поэтому Любая Критика Очень Полезна Критика Она Не Должна Восприниматься Только Негативном Ключе Мы Учимся На этом Это Тоже Наш Опыт И Опыт И Других Людей И Особенно Если Учать Что Все Таки Мы Стараемся Ну Не Пропагандировать А Следовать Наши Концепции Взаимо Уважения Проект Таки Называются Жемчужные Культуры Мы Должны Соответствовать Этому Так Что Я Думаю Что Амоля Права Амоля Дорджи Много Ли Людей Поддерживает Ваш Проект Ну Как Нам Кажется Довольно Много Для Начала Тем Более Потому Что Мы Например Мы Никакую Рекламную Компанию Не Запускали Это Все Абсолютно Было На Так Сказать Методом На Поддержки Мы Получили На Начальном Этапе Да Мы Продолжаем Получать Его И Сейчас И Наверное Это То Что Так Хорошо Нам Помогает Двигаться Дальше Все Так Поддержка От Людей Это Все Так Очень Для Нас Много Значит На Сам Деле Для Нас Было Удивлением Когда Мы Создали Страницу С И Буквально Через Сутки У нас Уже 100 Подписчиков А Мы Запустили Только Превью Ну То Есть Было Только Лого Да Да Логотип И Название Силанс Первый Пост Да О том Что Мы Запускаем Страницу Начинаем И Больше 100 Подписчиков За Сутки Ну Для Нас Это Было Очень Очень Приятной Неожиданностью А Потом Сейчас Уже У нас Более Двух Тысяч Подписчиков Ну Достаточно Неплохо Для Нашего Контента Нам Хотелось Бы На самом Деле Чтобы Как Можно Больше Людей Видело Наш Контент Мы Хотели Благодарить Наших Подписчиков За То Что Вы Остаетесь Всегда С нами Несмотря На Небольшие Перерывы В нашей Деятельности Благодарим Вас За Репост И На Лайки Дорджи Амуланга Вы Сказали То Что 27 Ноября Вам Исполняется Год С Создания Такого Уникального Проекта Планируете Что-то Запустить Интересное Вообще Была Мысль Снять Отдельное Видео Переуроченное К этой Дате Поскольку Все-таки Для нас Один год Совместно Работает Все-таки Уже Большой Сорок Но Пока Мы еще Пока Не Определились В принципе Применщик Есть И Я надеюсь Что мы Выписим Что-то Интересное К этому Времени Пост Обязательно Будет Публикация Все-таки Работа В общем-то Хочется Поделиться С людьми Быть На человеческом Орме С ними А не только Как Проект Как Паблик Хочется Немножко Опуститься На человеческом Орме И мы Решили Создать Прописи По Тудобичик Свои Собственные Прописи В рамках Нашего Проекта Да Конечно Дарджи Сейчас Делает Огромную Работу Он Создает Шрифт И На основе Этого Шрифта Мы Уже Сделаем Прописи И Распространим По Образовательным Учреждениям И Вообще Среди Тех Кто Захочет Изучать ДОДО Хорошо Поняла Дарджи Может Что-то Дополнишь Ну Во-первых Хотелось Отметить Что Прописи Они Должны И Будут Несколько Отличаться От Печатного Шрифта Но Который Мы Привыкли Видеть Везде Поскольку Если Обратиться К Нашим Русским Прописям Можно Заметить Что Буквы Пишутся Совсем Не Так Множество Загорючек Множество Доконативных Элементов Декоративных А мы Так Все Пишем В обычной Жизни На Русском Языке И Действительно Мы Сейчас Совместно Ведем Работу Над Осмыслением Над Формами Некоторых Буквов Как Это Будет Проще И Практично И Быстрее Писаться Чтобы Максимально Не Отрывать Например Руки От Письма Очень Увидится Очень Большая Работа И Она К сожалению Будет Еще Очень Долго Поэтому Пока Мы Точно Не Сможем Сказать Когда Они Собственно Выйдут Очень Хотел Верить Что Они Действительно Выйдут И Окажу Помощь Всему Населению Экономики В изучении Нашей Национальной Письменности Но В общем Мы Сейчас Ведем Работу Над Этим Амулан Гадарджи Наверняка Есть Много Желающих Которые Хотят Присоединиться К вам Объединить Свои Какие-то Усилия Примете Ли Вы Людей В Команду Куда Им Обращаться Можете Ответить Нашим Телезрителям Мы С радостью Примем Еще Участников В Наш Рады И Действительно Нам Сейчас Не Хватает Рук Для Того Чтобы Осуществлять Проект В Нужном Объеме В Нужном Размере Нужные Сроки Наверное Да Поэтому Вы Всегда Можете Написать Нам В Инстаграме Либо Личный Профиль Да Мы Открыты Для Связи Мы Открыты Для Новых Предложений Сотрудничества Коллаборацией Мы Только За Дарджи Амуланга Вот Вы Уже Почти Год Работаете Над Таким Интересным Проектом Хотелось Бо Спросить Какие Нюансы Особенности Вы Заметили При Изучении Нашего Калмыцкого Языка Не Так Давно В Ходе Работы Мы Поняли Что Было Корректно Разделить Язык На Стиле Разговорный И Письменный Да Поскольку Мы В Ходе Своей Работы Поняли Что Существует Очень Большое Множество Нюансов Которые Заключаются Как это Было Не Парадоксально В Разнице Между Письменным Калмыцким И Современным Разговорным Калмыцким Языком И Собственно Мы Поняли Что Например На Калмыцкой Письменности Очень Многое Просто Не Может Быть Записано Так Как Мы Говорим Сейчас Просто Потому Что Грамматика Письменного Языка Нашего Она Именно Что Другая Она По Сути Ближе Наверное К современному Монгурскому Языку Я уже не говорю О том Что Она Максимально Близка Она Практически Идентична Грамматики Письменного Монгурского Языка Если Даже Можно Сравнить Предложения Фразы Или слова Написанные На Калмыцком Языке И На Монгурском Письмене Можно Увидим Что Они Практически Идентичны Различаются Туркографические В основном Это Почти Один Язык Почти Одно И Тоже С Некоторыми Различиями Фонетики Как мы Это Предносим С Некоторыми Различиями Возможными Самой Грамматики С С Так Дали Вот Поэтому Мы Это Все Поняли Учили И Решили Что Действительно Будет Корректно Разграничить Например Амуланга Говорит В наших Виде Исключительно На Разговорном Стиле То Какой Привыкли Слышать Жители Канки В Велести И Так Далее А Я Буду Использовать Даже Не Литературу Но Письменный Стиль Опираясь На Письменные Источники Опираясь На Грамматику Письменную Нашего Канковского Языка И Самое Главное Нашим Зрителям Нужно Не Бояться Этого Когда Они Услышат Когда Они Это Увидят Незнакомые Непривычные Бэйнэч И Бэйнэ Нет Ча На Конце Но Она Есть В Начале А Это Все Грамматика Письменного Языка Это Нужно Знать И Самое Главное Действительно Всем Нужно Перестать Бояться Всем Просто Нужно Это Принять И Заинтересоваться Это Интересно Это Даже Чуть Легче Потому Что Там Есть Четкие Стоявшие Правила Очень Четкие Прописанные В Памятниках Многочетельных Исторических Памятниках Амулан Гадарджи Благодарю вас За интервью Желаю Еще Больше Вам Творческих Успехов Осуществляйте Все Свои Запланированные Цели Сейчас У вас Есть Прекрасная Возможность Пожелать Всем Нашим Телезрителям Самого Доброго Утро Уважаемые Земляки Желаю Вам Доброго Утро И Хорошего Дня А Также Призываю Сохранять Калмыцкую Культуру Желаю Всем Учителям Калмыки Солнечного Доброго Утро